Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Сегодня мы вновь в который раз уже ставим вопрос нашей программы. Кто сбил Боинг над Донбассом? И сегодня у нас впервые на эту тему выскажется журналист, создатель Сергей Пархоменко. Добрый вечер, Сергей. В чем значение вчерашнего вот этого события, этого вывода Международной комиссии? Ну, вы знаете, не совсем так все-таки. Не то, чтобы вчера Международная комиссия пришла к выводу. Она, несомненно, пришла к такому выводу гораздо раньше. Но просто вчера был опубликован очень интересный материал. Опубликован абсолютно официально. Это не какая-то там утечка в прессу и не какое-то там самодеятельное расследование. Это материал, который был официально выложен на официальном сайте Голландской прокуратуры. А Голландия вот одна из стран, которая участвует в этой следственной группе. Этот материал, 12-минутный ролик, был сделан для того, чтобы призвать местных жителей Донецка и вокруг. Если они знают какие-то детали, дать о себе знать. И для того, чтобы их свидетельства были бы учтены в работе этой следственной группы. Но для того, чтобы объяснить, что ищет следственная группа, они продемонстрировали какие-то элементы того, что они уже знают. И вот это было впервые. Они до сих пор никогда не сообщали никаких материалов, которые уже есть в их следственном досье. Вот впервые какие-то элементы появились вчера. И эти элементы, которые они сообщают вот так вполне в официальном порядке, эти элементы, конечно, твердо свидетельствуют о том, что они совершенно ясно считают версию Бука основной версией. И знают об этом очень много. В частности, там было несколько телефонных переговоров между полевыми командирами в этих донецких местах, которые обсуждают подробности транспортировки этого Бука. Сначала подробности его вывода на эту позицию, с которой он стрелял. И потом подробности его увода на территорию России. Причем там есть совершенно комические детали. Например, из этого становится понятно, что пока этот Бук ехал, он потерял одного члена экипажа. Один солдат отстал в районе города Снежное. Отстал от этой установки. И вот они там ищут этого солдата и договариваются, как его вернуть обратно, чтобы он нагнал этот уезжающий в Россию Бук. Но по ходу дела они называют столько географических названий и столько деталей, что все становится совершенно понятно, потому что они забывают эти ребята пользоваться всякими кодовыми словами и начинают в какой-то момент на нервной почве говорить абсолютно открытым текстом, что это, куда это едет, что с этим было и так далее. Это впервые было опубликовано вчера. И, в общем, это начало, видимо, большой череды официальных публикаций, материалов этой следственной группы, которые, наконец, откроют нам всю картину, которая там происходила. У нас на связи Леонид Мартынюкс, автор вместе с Борисом Немцовым, фильма «Расследование о причастности России. Гибели Боинга». Добрый вечер, Леонид. Добрый вечер. Да-да-да. Напомните, пожалуйста, на чем построен ваш фильм «Расследование», потому что не все наши радиослушатели и телезрители его видели. Вам слово. Пожалуйста. Еще 17-го, 18-го июля, то есть буквально в первые дни после того, как был битбойнг над Донбассом, Борис Немцов обратил внимание на то, что российские СМИ в первые часы после этой трагедии сообщали россиянам о том, что был сбит очередной самолет Ан-26, не говорите, был украинский самолет сбит ополченцами Донбасса, как они сообщали. Об этом говорил Life News, телеканал, об этом говорил и ТАРТАС, информационное агентство, об этом говорил РИА Новости. Борис Немцов обратил на это внимание и написал пост. Пост имел очень большой резонанс. Об этом о нем написали различные и российские, ну, российские в меньшей степени, в основном украинские СМИ. И после этого возникла идея сделать видео. Ну, в видео вошла информация не только о том, что были сообщения в российских СМИ, о том, что, например, первый у нас блок был о том, что боевики Донбасса регулярно сбивали украинские самолеты. На 17 июля ими было сбито 4 вертолета и 3 самолета. Это был первый пункт. Второй блок информации был как раз о том, что по сообщениям тех же самых российских СМИ, 17 июля около Тореза, после 16 часов, как они сообщали, упал самолет и боевики были Ан-26 украинских вооруженных сил. То есть в том же самом месте, в то же самое время. То есть в какое-то время они сообщали, что это Ан-26, а чуть позже, когда они разобрались, что был сбит пассажирский самолет Боинг, они сообщили, что нет, это не мы, это на самом деле украинцы. Они, может быть, хотели сбить самолет Путина, а может быть, они хотели пассажирский, но перепутали. А может быть, они действительно хотели сбить этот же самый пассажирский, но он должен был упасть на территорию России и подставить таким образом Россию. То есть они вот такие старые версии выглядят. Третий пункт нашего видео говорит о том, что за несколько дней до этого теракта проходили в СМИ сообщения о том, что террористы Донбасса обладают ЗНК БУК. Но они не могли в прямую говорить о том, что этот БУК, он поступил от российской армии по приказу Путина. Поэтому мне сообщали, что ЗНК БУК был якобы захвачен в одной из военных частей украинских, и якобы он восстанавливается. И это сообщали как СМИ боевиков Донбасса, так и, например, пропагандист Кургинял. Он прямым текстом в Донецке, потом он возвращался в Россию. В Россию несколько раз говорил о том, что да, ополченцы, как он их называет, захватили ЗНК БУК. Оно там не вполне в порядке, но я уверен, что этот ЗНК БУК будет восстановлено, потому что из России уже выехали специалисты, а позже он сказал, что да, они выехали, не приехали, они уже все починили. То есть, за то, что Кургинян – это человек не последний, это штатный пропагандист Кремля, у него есть доступ на телевидение, у него есть доступ к финансовым ресурсам, его митинги спонсируются непосредственно Кремлем, он активно используется Кремлем, поэтому нельзя сказать, что это какой-то клоун. Ну, то есть, он, конечно же, клоун, но это кремлевский клоун. Спасибо. Давайте, Леонид, пока вот мы на этом остановимся о вашем фильме, тогда, Сергей, вопрос. Но помимо Кургиняна есть и другие пропагандисты, вот, например, Михаил Леонтьев. Напомните, вот в чем была как-то неловкость его? Ну, осенью, да, была совершенно трагикомическая ситуация, когда Леонтьеву поручили произнести некоторый текст в эфире Первого канала, где он ведет программу, вручили ему удивительные совершенно материалы. Там была фотография, на которой прямо было видно, как летит американский, ну, то есть украинский, украинский, то ли истребитель, то ли штурмовик, летит прямо вот, значит, сбивать малазийский Боинг, запускает по нему ракету, и прямо все было видно. И Боинг, и ракету, и штурмовик, и все это, значит, на фоне карты местности, такой, как бы, спутниковой съемки. Вот удивительные кадры, значит, спутник поймал тот самый поразительный момент, когда украинский штурмовик запускает свою смертоносную ракету по Буку. Ну, потребовалось минут 10 на то, чтобы выяснить, что самолет, конечно, приклеили к этой картинке, и причем совершенно не тот, и не в том ракурсе, и так выглядеть этот самолет не может. А главное, что карта, ну, вот, спутниковая съемка, на фоне которой все это происходило, она действительно этих самых мест, но совершенно другого времени. И немедленно выяснилось, откуда взяли эту спутниковую съемку. Она есть в интернете. Нашли эту конкретную картинку, этого конкретного времени. Она была снята несколько лет тому назад, в другой сезон. Там это все хорошо видно по тому, как выглядят поля. Они там, вот как они были там, наполовину скошены три года тому назад, так они вот до сих пор и выглядят на этой картинке. Как будто бы вот так и не собрали урожай за все это время. Хотя уже прошло три зимы, и уже можно было бы как-то с этим урожаем разобраться. А он по-прежнему там на месте. Ну, в общем, это было очень смешно. Но когда это все вскрылось, то Леонтьев, поняв, что, в общем, его поставили в какое-то идиотское положение, подсунув ему этот фальшивый материал, он очень страшно кричал, в частности, в эфире «Эхо Москвы». И кричал он следующее, что покажите след от Бука. Покажите, где, ну вот если запускать ракету Бук, то будет столб дыма до неба, и это всем будет видно. А нет этого столба, этого следа никто не видел. Этих съемок не существует. Значит, все вы брете. Ну вот теперь все это есть. Ну, есть этот запуск, этот столб, эти свидетели, эти фотографии, всего этого сколько угодно. Все это очень подробно было разобрано. В частности, вот я тоже занимался довольно подробным анализом этих фотографий. И мне удалось заочно познакомиться через интернет с автором нескольких таких фотографий. Он мне прислал оригиналы этих кадров, очень большие, в большом разрешении. И по ним очень хорошо видно, что там нет совершенно, ну, ничего с ними не происходило, никакого монтажа, никакого фотошопа. Эти же самые картинки в какой-то момент попали на крупную голландскую телекомпанию RTL. Они их подвергли очень серьезной экспертизе, направили их там специалистам. Специалисты подтвердили, что да, это подлинные снимки, тоже с которыми не производилось никаких монтажных действий. А главное, что по этим снимкам, по некоторым элементам пейзажа, которые там видны, можно очень точно установить место. Место, во-первых, откуда они сняты, и во-вторых, откуда, собственно, запущен этот бук. Потому что вот этот столб дыма, который на них виден, он из совершенно конкретного места. Это место можно найти, можно прямо, сравнивая то, что видно на этих съемках, и то, что видно из космоса на спутниковых фотографиях, которые, в общем, легко найти тоже в интернете, можно точно установить это место. Да, и кто его контролировал в тот день. Абсолютно, конечно, и совершенно очевидно, кто его контролировал. Это с точностью до нескольких сот метров. Но вот несколько разных групп, и в том числе я, мы анализировали одни и те же фотографии, и получили результаты, которые отличаются друг от друга на 200-300 метров. Вот я говорю, это там, вот это поле справа от дороги, а, скажем, английская есть следственная группа, которая этим занималась, они говорят, нет, это вот это поле слева от дороги. Между этими двумя полями 200 метров. А расстояние, на которое вот происходит этот анализ, это там порядка 35 километров. Когда на дальности 35 километров ты получаешь две точки с разницей в 200 метров, это кое-что означает. И совершенно очевидно, кто это место контролировал в тот момент. Там рядом проходит дорога. На этой дороге есть съемки, как этот бук едет, вот ровно по этой самой дороге. И, собственно, совсем недавно линия фронта изменилась таким образом, что доступ в эту зону оказался более свободным. И журналисты Рейтер смогли поехать туда. Там рядом есть небольшой поселочек, он называется Красный Октябрь, по-русски, а по-украински Червоный Жовтень. И они там опросили людей, и люди им подробно рассказывали о том тоже, что они видели этот запуск и видели этот столб дыма и все остальное. Так что, в общем, все совершенно очевидно становится. Спасибо, Сергей. У нас на связи наша Сапкор в Нидерландах Софья Корниенко. Софья, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какова реакция голландской общественности на выводы этой комиссии? Мы знаем, что большая часть погибших были граждане Голландии. Вам слово. Добрый день. Я бы сказала, что это не воспринимается как выводы комиссии. Выводы все-таки ожидаются осенью. Все воспринимают как первый раз, что вот эта следственная международная группа сказала конкретно, какая версия у них ведущая. Все уже очень давно догадывались об этом, естественно. Но еще ни разу они официально об этом не заявляли. А сейчас они прямым текстом сказали, что вот это у нас основная версия, хотя мы рассматриваем другие. Вот это в голландских новостях озвучивается как самый важный момент. Я бы отметила, что такой бомбы, эффект разорвавшейся бомбы от этого не произошло. Даже вот в аналитических передачах вечерних, вчера я специально все отслеживала, все это появлялось исключительно в выпусках новостей. А там, я не знаю, в аналитической передаче был первый выпуск о каких-то коровах. В общем, не было такой важности этому придано, как в свое время, когда, например, недавно компания RTL раскопала осколки. Сама их проанализировала в нескольких европейских независимых исследовательских центрах. И они пришли к выводу, что да, это действительно обломки от ракеты БУК, причем определенного именно вида установки БУК, которая именно на российском вооружении находится. Вот тогда это было как-то вот везде гораздо больше озвучивалось. Сейчас, на мой взгляд, так скажем, вот тот эффект, который на русскоязычную публику произвело вот это видео со всеми прослушками, с очевидным акцентом из той местности, с всей этой нецензурной лексикой, с ощущением неразберихи, которая сопровождала всех эту их несчастную операцию, такого эффекта на голландцев это вообще не производит. Они ужасно путаются в этих всех названиях географических. Червоний, жовтый, снежный, который они как только не называют. Есть два нидерландских телеканала, НОС и РТЛ, которые очень хорошо уже во всем разбираются. И вот они в свое время, НОС тоже недавно публиковал, как вы знаете, утечку из международной следовательной группы, следственной группы, в которой в этом материале они сообщали о том, что это есть основная версия, то есть как бы это все уже в свое время было озвучено, а также о том, что якобы следствию мешают службе безопасности Нидерландов. То есть вот это все было гораздо интереснее, так скажем, для голландской аудитории. А вот скажите мне, пожалуйста, Софья, что для голландцев важнее, вот понять, кто именно преступник, или там есть какие-то практические вопросы, что может не выплачены еще страховки погибшим семьям? Нет, безусловно, именно такие вот глобальные вопросы принципиальные ставятся. Речь нет, ни в коем случае не идет ни о каких страховках. Все как-то по умолчанию уже давно поняли, кто за этим стоит. То есть дискуссия на эту тему ни в коем случае не ведется, хотя журналисты на центральных каналах постоянно пытаются ради объективности дать какие-то дополнительные точки зрения. К сожалению, это часто бывают чрезвычайно подозрительного рода эксперты, типа каких-нибудь представителей Russia Today. То есть лучше бы они вообще никого не приглашали, которые откровенную ложь рассказывают. То есть какие-то попытки дать параллельно о том, что в России считается официальной точкой зрения, они, естественно, имеют место. Но в целом, конечно, в обществе существует консенсус уже давно по поводу того, кто за этим стоит. Поэтому даже, пожалуй, не столько основной вопрос сейчас в голландском обществе, чтобы скорее об этом объявили официально. Это как-то уже некая формальность, так скажем, если отсюда смотреть. Хотя, конечно, для России на международном уровне это чрезвычайно важно, когда это официально будет объявлено. А о том, какие шаги должна Европа теперь предпринимать, и в частности Нидерланды, когда уже более-менее очевидно, кто за этим стоял. И в контексте других международных событий, то есть в контексте нарастающей агрессии со стороны России и так далее, потому что Нидерланды долгие-долгие годы выступали как некий такой буфер, смягчающий фактор в плане того, как Евросоюз общался с Путиным и с Кремлем. И вот трагедия малайзийского Боинга, она стала таким поворотным пунктом, в частности, для нидерландской правящей партии ВВД, которая мечтает, чтобы Нидерланды были так называемой газовой ротондой и поддерживает чрезвычайно теплые отношения с Газпромом. И вот теперь они пытаются сидеть на двух стульях. И вот это, пожалуй, самый интересный вопрос сейчас вот внутри Голландии, вокруг. Да, мы помним все. Спасибо большое, Софья. Спасибо. Я, конечно, не такой большой специалист в голландской внутренней политике, наблюдаю за этим за всем очень со стороны, но вот у меня есть три семьи знакомых, выходцев из России, которые теперь живут в Голландии. И я им всем троим задал вопрос. А вот у вас непосредственно есть какие-то знакомые, которые как-то вот попали в эту катастрофу и где люди погибли и так далее? Потому что Голландия ведь страна очень маленькая, и если в самолете погибает там, вот как произошло в этот раз, больше 90 человек, то велика вероятность, что как-то это вот, ну, совсем на расстоянии выдвинутой руки, как-то, что называется, на расстоянии одного рукопожатия. И все трое, все три семьи мне сказали, да, мы знаем людей, которых это непосредственно коснулось. Это либо вот там наши соседи, или наши сослуживцы, или там наши знакомые, или кто-то еще. Но вот действительно это совсем близко, хотя они живут там, одни живут в Гаге, другие живут в Утрехте, и третий живут в Роттердаме, там неподалеку. Вот, три разных города. И все трое мне сказали, да, это очень рядом, и это коснулось всех. И действительно, вся страна как-то очень близко это ощущает. Конечно, мы помним трауру, вот эти все гробы, которые... Да, и между прочим, я думаю, что после того, как это все будет объявлено, можно ждать большой волны, как я понимаю, каких-то исков, каких-то требований о возмещении не только материального, но и морального ущерба. Может быть, они будут собираться в какие-то коллективные иски. Ну, в общем, эта история будет иметь длинный шлейф, и она будет существовать долго в отношениях. И есть прецеденты этого, когда вот в таких случаях, ну, там, прецеденты совершенно не связанные с Россией, а просто вот там есть какое-то крушение. Ну, например, там, знаменитое крушение французского самолета недалеко от берегов Бразилии. Вот несколько лет тому назад была такая ужасная история, тоже не могли найти и так далее. Так вот, есть, существует и до сих пор существует сообщество людей, которые как-то продолжают держаться рядом, продолжают общаться, которые требуют расследования, продолжения расследования, наказания виновных, установления точных причин этой катастрофы и так далее. Люди много лет не оставляют это. И, по всей видимости, это так будет и в этот раз. Если кто-то думает, что вот год прошел и как-то, ну, все, так сказать... Нет, Голландцы помнят, артикси помнят еще и этих экологов заполярных, они это ничего не забыли. Да, конечно. Давайте дадим слово Андрею Солдатову, главному редактору агентуры РУ. Андрей, вот у нас Софья сказала, что на западных телеканалах появляются такие лжеэксперты. Помните, был и на российском телеканале какой-то сотрудник аэродромной службы, который видел, как вернулся... Пилота, да. Да, вернулся пилот, и он был подавлен, и он сказал кому-то, что я сбил сейчас малазийский Боинг. Как вот относиться к таким свидетельствам, Андрей, вам слово? Мне кажется, вся проблема заключается в том, что такие средства пропаганды, которые сейчас используются, они, в общем, не рассчитаны на то, чтобы переубеждать. Скорее, они рассчитаны на то, чтобы укреплять в аргументации тех людей, кто уже и так убежден в собственной версии событий. А все-таки эта катастрофа, она, в общем, выбивается даже из той пропагандистской картины, которая, в общем, сложилась в головах у российских зрителей и читателей, потому что, понятно, что последний год, скажем так, уже даже внутри страны, никто, по большому счету, не отрицает, что российские войска там присутствуют, и поэтому игра идет вся такая, что с нашей стороны, с российской стороны, мы воюем на территории Украины, но воюем мы с американскими войсками. И это стало такой линией общего разговора даже людей, которые крайне патриотично и очень патриотично настроены. Но из этой истории выламывается история с Боингом. Поэтому единственная возможность примирить внутри себя, собственно, как вот эту пропагандистскую картину мира, противостояние России и Америки на территории Украины, это, в общем, полностью отрицать сам факт, придумывать историю. Помните, сначала слова речь о том, что чуть ли не первый Малатийский Боинг, который был забит чуть ли не замороженными телами, привезли и положили на территорию Украины, чтобы подорвать престиж России. Потом придумывать таких вот экспертов. Но по большому счету проблема заключается в том, что, в общем, никто никого переубеждать-то уже не намерен. А самая лучшая пропаганда – это та пропаганда, которая отвечает нуждам и чаяниям аудитории. В данном случае, в общем, то, какого рода эксперты используются и какого рода аргументации используются, говорит в том числе и об уровне аудитории, об уровне аргументации, которая требуется. То есть вот этого, в общем-то, достаточно. Достаточно вытаскивать таких экспертов, показывать их по телевидению, рассказывать про самолеты, про Боинг за мороженными телами. И это, в общем, воспринимается и удовлетворяет запрос. – Вопрос к Леониду Мартынику. Леонид, у нас сейчас, конечно, больная тема, все, что связано с Борисом. У вас были какие-то неприятности после того, как вы смонтировали это видео? Какие-нибудь угрозы вам поступали? Мы знаем, что у вас были по другой линии, вас преследовали. Как вы связываете, может быть, и несчастье само с тем, что Борис мешал этой части кремлевской пропаганды? – Ну, дело в том, что для Кремля тема войны в Украине очень болезненная. И то, что он расследовал присутствие российских воссов на Донбассе, и то, что он постоянно публиковал информацию о Боинге, то, что он продюсировал видео про Украину – это все могло быть причиной этой трагедии. Что касается меня, то против меня была осуществлена провокация. Ко мне на вокзале подошел человек, полкнул меня, тут же появилась полиция, объявила, что это я напал на этого человека, меня посадили на 10 суток. Не причина, почему меня на 10 суток посадили, но дело в том, что мне никто никогда никаких намеков от власти не делал, что, мол, не занимайся этим, мол, не занимайся, но не так. Ничего такого не было. Другое дело, что периодически ко мне приходили сотрудники полиции или сотрудники Центра Э или ФСБ. Это было, это, естественно, для любого оппозиционера более-менее, не скажу известного, но более-менее активного. Поэтому я не могу сказать точно, меня арестовали именно из-за этого ролика или из-за совокупности роликов, или из-за доклада «Зимняя олимпиада в субтопиках». Но, в любом случае, мы сделали вывод, что в России находиться в данный момент и делать такие же оппозиционные видео я не смогу, поэтому, собственно, мы с женой уехали из России. Спасибо, Леонид, оставайтесь с нами на связи. Вопрос Сергея. Вот как вы улавливаете вот такую, может быть, косвенную связь, что попали ребята на верный след и кремлевские пропагандисты забеспокоились, стали расчищать поляну? Ну, не хотелось бы как-то выступать с такими слишком общими предположениями на этот счет, но я, например, совершенно согласен с тем, что говорил только что Андрей Солдатов. Вот очень важная сторона дела, и мне кажется, стоит на это действительно обратить внимание, на то, что не стоит относиться ко всей этой истории как к такому-то прямому честному противостоянию. Вот есть версия А, есть версия Б, есть аргументы за одну версию, есть аргументы за другую версию, и вот мы, значит, сравниваем наши точки зрения и надежность наших позиций. Вот мы, значит, спорим по поводу того, кто из нас прав, кто виноват. Совершенно очевидно, действительно, тут Андрей очень точно это сказал, что затея российской всей пропагандистской машины заключается в общем, в очень простом плане, который весь описывается фразой «ну и что?». Уже сейчас, вот со вчерашнего дня, начались эти реплики, я их вижу, например, в Фейсбуке, вот я опубликовал просто ссылку на этот самый ролик на сайте голландской прокуратуры, вот с этими вот впервые официальными данными. Ну, немедленно пришли, так сказать, штатные комментаторы, и основной их мотив – ну сбили, ну и что? Ну, объясните теперь, что дальше из этого будет. Ну, хорошо, ну, ну, Буг, ну, и что вы дальше с этим будете делать, этим сокровенным знанием, которое у вас теперь есть. Надо сказать, что, скажем, после того, что вот упоминала наш корреспондент в Голландии. Соня. Соня, да, вот действительно очень важный тоже был эпизод, когда голландский телеканал РТЛ опубликовал данные своего расследования относительно поражающих элементов, которые они там подобрали просто на месте, вот среди вот этих самых обломков, которые мы видим здесь на фотографии. И они были подвергнуты экспертизе, и, в общем, совершенно очевидно было установлено, что это элементы от Бука, причем от определенного Бука. Немедленно начались комментарии Министерства обороны российского, которые заключались в том, ну, Бук, да, ну, Бук, Бук, ну, какой Бук? Давайте сейчас еще выясним как-то, и что бывает? Такой Бук, такой Бук, еще третий Бук, сейчас давайте мы с вами поспорим, какой из трех Буков, уже почему-то нету ни этого штурмовика, ни этих действительно замороженных каких-то фальшивых тел, которые привезены из другого соня, уже ничего этого нет. Уже, ага, Бук, ну, хорошо, Бук, ну и что? Ну и что? Давайте как-то, давайте теперь спорить о конкретном типе этого Бука. То есть задача, на самом деле, заключается в том, чтобы увести весь разговор от обсуждения реального состоявшегося факта на какие-то окружающие соображения. В сущности, в точности это самое проделал Путин совсем недавно, когда он сказал, что ну да, ну, ну, наводнили Крым нашими военными и, собственно, под контролем этих военных провели референдум. Ну и что? А что здесь, собственно, разве мы когда-нибудь отрицали это? Вот это вот, ну и что, это и есть основной мотив сегодня российской пропаганды, потому что они адресуются не к людям, которые хотят знать истину, а к людям, которые хотят, так сказать, топлива для собственного подогрева, для подогрева уже существующей точки зрения, уже существующего взгляда на мир. Вот огромное количество людей, которые уже уверены в том, как происходило дело, надо их поддерживать, как бы поддерживать их задор. Вот они поддерживают с помощью Russia Today, с помощью официальных телеканалов, официозных газет и так далее. В этом, на самом деле, заключается задача, а не в том, чтобы кого-нибудь действительно в чем-то убедить или выяснить какую-то истину. Слово Софии Корниенко. Да, я бы хотела, на самом деле, для меня вопрос к Сергею. Дело в том, что в голландской прессе сегодня, я читала, высказываются сомнения насчет того, насколько эффективен вообще будет вот этот новый призыв к свидетелям на месте в Донбассе. И так как у Сергея есть опыт общения с тем самым фотографом из Тореза, о котором он так замечательно написал в своем расследовании, у меня тоже, например, есть определенные сомнения, что, во-первых, в принципе, это видеообращение дойдет до всех потенциальных очевидцев транспортировки, например, Бука, потому что они же там не ходят все с айфонами, наверное, правильно? И мы видим, что российские СМИ очень многие, хотя вскользь так упоминают о том, что якобы голландская прокуратура разыскивает новых свидетелей, никаких ссылок, никаких контактов, ни тем более ссылок на это видео они не публикуют. Вот это мне как-то бросилось в глаза. Хотя именно их просят распространить, посодействовать следствию, как Кремль так гордо говорит, что они всегда содействуют следствию. Вот, пожалуйста. Вот. И вот мне интересно, как вы считаете, действительно ли вот эти сомнения оправданы, что не только, может быть, не дойдет призыв до свидетелей, но и, естественно, многие из них побоятся как-то обратиться в Казаланск. Тут есть несколько. Спасибо. Очень вопрос по существу. И, признаться, мне есть что сказать на эту тему. Действительно, у меня есть несколько собеседников в тех местах. И есть журналисты, которые много туда ездят, и я как-то им очень доверяю. Ну, я сам не ездил туда ни разу. И, ну, есть у меня некоторые основания полагать, что мне лучше в тех краях не появляться. Но есть люди, которым я очень верю, и с которыми я непосредственно общался. Значит, что они говорят? Они говорят, во-первых, что, конечно, этот запуск видел очень много народу. И видела очень много народу, и снимала много очень народу, потому что, ну, фотоаппарат есть не только в айфоне или каком-нибудь дорогом смартфоне сегодня. Он есть, в общем, почти в любом мобильном телефоне, который в кармане у огромного количества людей, даже в самом дешевеньком, в самом простеньком телефоне есть какая-нибудь камера. И много народу это снимало. Потому что, действительно, был большой очень грохот от этой ракеты, был столб дыма, потом был огромный черный дым, собственно, от упавшего самолета. Там много было разных версий у местных жителей. Почему-то они в первый момент многие считали, что попало в какое-то нефтехранилище или большую бензоколонку, в общем, вот что-то такое. Но потом выяснилось, что это вот, значит, самолет. Много было этих кадров. Но очень много народу постирали эти съемки со своих телефонов, потому что там прошел слух, что какие-то люди ходят и собирают эти телефоны. Была такая там сплетня. На самом деле, похоже, ничего такого не было. Но мне вот рассказывали о том, что существует там такое поверье, что у кого в телефоне есть эти кадры, к тому придут и тому будет нехорошо. И какое-то количество людей, конечно, эти кадры просто стерли. И побаивались об этом говорить. Вот сейчас, скажем, журналисты Рейтера, они рассказывают о том, как они расспрашивали этих местных жителей, которые, в общем, многие это видели. Но кто-то просто отказывается про это говорить. Кто-то согласен про это говорить только, когда камера выключена. Кто-то, наконец, готов говорить из включенной камеры. В общем, собрать эти свидетельства будет нелегко. Но очень много свидетельств уже собрано. И огромное количество на самом деле людей уже успело поговорить с представителями этой следственной группы. В частности, вот тот самый фотограф, с которым говорил я, он дал свои показания. К нему приезжали представители этой, к нему приезжали голландцы и австралийцы. И снимали его. И он все им показал. Более того, они забрали у него, он им отдал свою фотокамеру, которой он снимал эту. Это как раз был не телефон, а это была довольно неплохая, даже, можно сказать, профессиональная фотокамера. Поскольку это важная улика, каждая фотокамера имеет свои уникальные особенности, он отдал ее следственной группе, они там ему привезли другую взамен этой, чтобы он, так сказать, не огорчался. Вот. Так вот, мне кажется, что смысл вчерашнего заявления заключается не в том, чтобы набрать новых свидетелей, а в том, если хотите, чтобы легализовать уже имеющихся. что какой-то большой массив показаний у следственной группы уже есть. Но они формально должны сделать это усилие по правилам. Они должны это объявить, что вот мы ищем разных свидетелей. Пожалуйста, обращайтесь. Потому что на суде, они уже готовятся к суду. На суде уже у них другая сторона, скажем, сторона защиты, которая будет отстаивать другую точку зрения, спросит, а вы все сделали для того, чтобы собрать весь массив сведений? А вы объявляли об этом? А вы призывали людей? А может быть, кто-то видел что-то другое? Вы все предприняли усилия для того, чтобы собрать всю возможную информацию? И они в этой ситуации скажут, да, мы предприняли все усилия. Вот, мы опубликовали этот ролик. Мы, на этом ролике есть все координаты. Желающие могли к нам обратиться. Мы от кого ничего не скрываем. Да, пожалуйста, мы готовы принять все сведения, все свидетельства, все доказательства, все фотографии и так далее. Что было, кстати, и после вот этой публикации РТЛ, когда они опубликовали свое расследование вот с этими кусочками поражающих элементов, тоже немедленно последовала реакция голландской прокуратуры, где они написали, дайте нам эти свидетельства, мы их принимаем, мы приветствуем все, что вы нам принесете. Дайте нам эти фрагменты, дайте нам это описание, дайте нам эту экспертизу. Мы сами это все изучим и приобщим к материалам следственного дела. Вот в этой логике, и это вчерашнее заявление тоже, это уже подготовка к суду, это уже некоторое формальное действие, которое просто важно, чтобы оно было, чтобы оно запротоколировано. А уж придет кто-нибудь плюс к тем многочисленным свидетелям, которые у них уже есть, или не придет? Ну, придет, слава богу, отлично, лишний свидетель никогда не помешает, мало ли, случится какое-то чудо. Но даже если не будет ни одного отклика, я уверен, что это просто видно из тех элементов, которые они опубликовали уже в этом своем ролике, видно, что у них много информации на этот счет, и они в общем с точностью до метра и до минуты понимают, как ездил этот бук туда-сюда, кто его возил, кто о нем переговаривался, как они там смешным образом теряли этих членов экипажей, находили их и так далее. В общем, информации более чем достаточно. Вот и все. Андрей, солдаты, вопрос. Как по-вашему сейчас вот, очевидно, готовится где-то в недрах спецслужб, может быть, спецоперация по дезинформации? Готовятся, может, лжесвидетели, чтобы как-то увести следствие с правильного следа. Как по-вашему сейчас поступят российские или спецслужбы сепаратистов? Знаете, я думаю, что у них, если честно, существует одна большая проблема. Если бы все дело происходило осенью или даже зимой, мне кажется, ситуация выглядела для спецслужб намного проще, потому что, насколько я понимаю, после, скажем так, осенних событий на Украине, вся тяжелая техника все-таки находилась по контролю российских силовиков. И в случае российской армии, и в случае российских подразделений, в общем, понятно, как контролировать информацию, как организовать исчезновение того или другого, скажем так, в данном случае комплекса БУК и так далее. Но в случае, в той ситуации, о которой мы говорим, все намного хуже, потому что, в общем-то, из этих переговоров очевидно, что БУК, в общем, как-то передавали с рук на руки, причем люди, которые не имели отношения напрямую к российским структурам, в общем, и не очень даже понятно, кто вообще в какой момент кого контролировал. Они там друг друга теряли, они перезванивались по обычным телефонам, и судя по разговорам, в общем, видно, что с военной подготовкой у них не очень хорошо. И это предоставляет определенные возможности. И мне кажется, в данном случае я не совсем согласен с Сергеем, мне кажется, что по большому счету есть определенный шанс получить новое свидетельство, именно потому что, и мне кажется, на это надеется сейчас следственная группа, потому что, обратите внимание, даже в том видео, которое было выложено, имена переговорщиков, то есть тех людей, которые там разговаривают, они, в общем, тщательно скрыты. И мне кажется, что в первую очередь это видео в том числе направлено этим ребятам, потому что они, в общем, оказались в довольно сложной ситуации. И это верно. Они знают... Там есть какой-то библиотекарь, я думаю, что этот библиотекарь со вчерашнего дня как-то сильно думает, что ему делать дальше. Где-то же ведь он есть, этот библиотекарь, его же как-то зовут на самом деле. Конечно. И главное, что видно, что, обратите внимание, в том же видео говорится о том, что мы, следственная группа, очень тщательно думаем о том, как сохранять и как обеспечивать безопасность наших свидетелей. А потом выставлять эти перехваты. То есть для них это прямое послание. Ребята, подумайте еще раз. Вы все равно и нами уже идентифицированы тем или иным образом. Но мы очень рассчитываем на то, что кто-нибудь из вас подумает еще раз и, может быть, нам позвонит. И, в общем, в такой ситуации готовить какую-то... Возвращать к вашему вопросу, что готовить операцию серьезной подборной информации будет действительно трудно. Потому что нужно будет контролировать не только собственные вооруженные силы, но и всех вот этих людей, которые непонятно кому подчинялись тогда, и уж тем более непонятно, в общем, что они думают об этом спустя столько месяцев. И в каком они сейчас сложном положении находятся. Ну, часть из них может думать что-то одно, а часть совершенно другое. Да, вот вопрос Леониду Мартынику. Вы по факту стали свидетелем того, как российские пропагандисты заметали следы. Вы готовы выступить в качестве свидетеля по призыву международной следственной группы, хотя бы в этой части того, что их интересует? Я слышал одно из заявлений следственной группы о том, что в ходе расследования они учили несколько миллионов документов из интернета в том числе. Я уверен, что в том числе они видели, смотрели ролик «Кто с другой над Донбассом». Но если меня попросят быть физически в студии, свидетельствовать, я, конечно же, готов. Да, вот это важно, по-моему, да, Сергей? Давайте обратимся вообще ко всем нашим радиослушателям. Как по-вашему сейчас многое зависит от гражданского общества, и российского, и украинского, и голландского. Вот этот своеобразный поединок лжи и правды, как вы считаете? Ну, к сожалению, в этом идеологическом противостоянии в значительной мере ставки сделаны. И действительно нужно констатировать, что есть люди, которые уже сегодня ясно понимают, что произошло, и есть другие, которым, как говорят, хоть кол на голове тиши. И это факт. И действительно переубедить кого-то здесь будет очень трудно. Может быть, та работа, которая проделывается сегодня, это работа на будущее в значительной части. Когда-то пройдет, может быть, сколько-то лет. И важно будет, что вот этот массив существует. Вот это следствие проведено. Оно проведено очень качественно, добросовестно. И это дело, хоть оно и закрыто, но оно не убрано далеко в архив. И любой желающий может с ним ознакомиться и может понять, что, собственно, произошло тогда и сделать какие-то свои оценки. Может быть, пройдут годы, и люди будут уже не до такой степени, так сказать, одурманены этими самыми телевизионными каналами федеральными сегодняшними. И они будут более как-то способны, более открыты для того, чтобы воспринимать информацию, которая в этом следствии будет собрана. Вот я к этому отношусь так. Мне кажется, что эта работа не пропадет. Однажды она окажется важна и нужна. Но может быть, не сегодня, и может быть, не завтра. И может быть, в нынешней ситуации это будет просто, так сказать, еще один случай, когда одни скажут, ну да, мы так и думали, а другие скажут, ну да, так мы вам и поверили. И все. На этом, собственно, все и закончится. Но давайте все-таки отдадим себе отчет о том, что помимо каких-то народных поверий на этот счет или неповерий, есть еще международное право. И есть еще суды, и есть трибуналы, и есть следственные органы, и есть выводы, и есть санкции, и есть репутации разных политиков и разных стран, и для этого это все-таки достаточно важно. Ну, я думаю, что Каддафи в Ливии вскоре после того, как он организовал катастрофу над Локербе, тоже, в общем, удалось справиться с общественным мнением внутри своей страны. Я думаю, что среди ливийцев было много народу, которые говорили, да, мы верим нашему, значит, полковнику, и, ну, там это был не подполковник, а полковник. Он, по-моему, извинился-то. Он извинился гораздо, гораздо больше. Он извинился через много лет, когда он понял, что ему не простят этого все-таки никогда. Он много лет жил с ощущением, что когда-нибудь это все-таки ему забудут. Когда он понял, что не забудут никогда, он извинился, признал, начал выплачивать компенсации, и добился, надо сказать, таким способом довольно существенного смягчения санкций против Ливии, и, в общем, ну, он обменял это свое признание на такие довольно важные на тот момент для него послабления. Но я сейчас говорю о другом, о том, что все эти годы внутри Ливии, я так подозреваю, надо спросить у специалистов, но у меня есть сильное подозрение, что внутри Ливии огромное количество людей верило, что он ни при чем, и что на самом деле это все происки злобных американских спецслужб. Вот в какой-то мере, к сожалению, мы должны сегодня проводить эту параллель между Локерби и снежным вот этим самым самолетом, сбитым по фактически, ну, если не по приказу, то, так сказать, в целом, благодаря той политике, которую вел один диктатор и другой диктатор. Я думаю, что ни тот, ни другой не давали указания сбивать самолет, но и тот, и другой покрывают это. И тот, и другой сделали эту катастрофу частью своей политики, своей внутренней политики и своей внешней политики. В этом смысле я с ужасом должен признать, что ситуация президента России Владимира Путина похожа на ситуацию, в которой был глава Ливии Марк Адафи. И параллели эти совершенно прямые. Да, ну давайте приведем более близкий нам пример. Это как раз кумир нашего президента Юрий Андропов, который в 83-м году, 1 сентября, сбил южнокорейский Боинг. И тогда, по-моему, вот все-таки никто не понес ответственности. И до сих пор даже Игорь Кириллов, который тогда нас уверял, что самолет скрылся в сторону моря, он получил за честь и достоинство несколько призов ТЭФи. То есть никак не пострадал. Это правда. Но надо сказать, что государство, по-моему, уже все-таки не советское государство, а российское государство, это все-таки произошло, по-моему, уже после 91-го года, после падения Советского Союза, признало это. Ельцов, конечно. Да. Более того, был промежуточный этап, когда вина не была признана, а факт был признан. Когда, если я правильно помню, российские официальные лица говорили, что мы, конечно, не виноваты, и мы никакой ответственности не несем, и мы извиняться ни перед кем не будем, но сбивать, да, сбили, потому что обязаны были сбивать, потому что это был самолет, который то ли реально вел разведывательную деятельность, не случайно там залетев куда-то не туда, то ли может быть, то ли у нас были основания его в этом подозревать. И вот, дескать, любая бы страна в такой ситуации повела бы себя точно так же. Был такой промежуточный момент. Я думаю, что можно ждать и в этом случае тоже такого, как бы, вина не наша, но сбивать должны были. Что-нибудь такое могут попытаться придумать. Да, я помню, потому что летчик Осипович такой был, он не скрывался, рассказывал, как он двумя ракетами. Да, да. И это было именно вот ровно в этот, именно в этот период, что ну да, ну, понимаете, вот, а зачем он залетел там, типа, а что он как этот как-то, а что он там появился не там, не надо было там появляться, тогда мы бы его не сбивали, а раз появился, ну, пусть не жалуется. А как, по-вашему, тогда, если к осени будут выводы этой комиссии, мы сегодня узнали, что российский президент собрался осенью в Нью-Йорк, как он будет выглядеть на трибуне ООН? Ну, я думаю, что вот тогда это будет важным сюжетом для его выступления. Я думаю, что если комиссия успеет высказаться до того, я сомневаюсь, что Владимиру Путину удастся избежать этого разговора во время этого визита, если он вдруг состоится. Ну, а там посмотрим, состоится ли он. Это тоже в какой-то мере теперь зависит от выводов этой комиссии. Вопрос, Андрей Солдатов, вы как видите сценарий поведения российской стороны после вот этих разоблачений? Какие она может предложить варианты поведения обитателям Кремля? Несмотря на то, что это, конечно, жуткая и трагическая ситуация, но она имеет какой-то абсолютно, я бы сказал, художественный оттенок в том смысле, что это какой-то настоящий роман, потому что есть несколько чиновников, которые прямо связывают две истории, историю корейского Боинга и историю малайзийского Боинга, и если Путин появится на Генеральной Ассамблее ООН, то он окончательно превратит это в сюжет, потому что я напомню, что Виталий Чуркин, знаменитый наш представитель России в ООН, он начал свою карьеру в посольстве России, тогда в Советском Союзе в США, в ООН, и, в общем, он говорил об этом прямо в своих интервью, он гордился этим фактом, что он был единственным советским служащим, дипломатическим, который вышел и стал объясняться по поводу Боинга. Но мы прекрасно понимаем, как именно он объяснялся по поводу корейского Боинга. То есть, видимо, он проводил общую советскую линию, то есть человек, который начал свою карьеру с отрицанием одной ужасной катастрофы, в общем, и сейчас находится все на тех же рубежах и может встретить Владимира Владимировича и поделиться с ним опытом, как он это делал, в общем, много-много лет назад. С этой точки зрения круг абсолютно замкнется. Но это в том числе и включает вариативность ответов. То есть, мне кажется, что мы, точнее, российские бюрократы настолько жестко замкнуты в рамках советского опыта, что, ну и мы просто это видим, что они черпают все свои уроки, они черпают из советского прошлого. Недавно меня просто ужасно насмешило, что даже введение войск в Крым объяснялось примерно похожими фразами, как объяснялось введение войск в Афганистан, что мы успели там за несколько часов или за несколько дней у американцев. Вот ровно этот аргумент использовался в случае с Афганистаном. Поэтому это, мне кажется, исключает какие-то новые неожиданные решения. Всего будут действовать русле, я хорошо знакомый с советской дипломатией. Да, ну 30 лет прошло, а пропагандисты те же, Параханов, Александр. Слово Софи Корниенко. У меня еще в заключении еще одно слово, когда... Почему все-таки Украина, раз они прослушали утром уже сообщение о том, что к ним едет БУК, почему они не закрыли, как вы считаете, воздушное пространство? Или это расшифровка этой прослушки последовала позже? Или у них не было между службами этими разными никакой коммуникации? Вообще, надо сказать, голландцы очень обижаются на британцев, и, допустим, которым было известно, что не нужно летать от Украины. Их там разведка уже сообщила, их авиалиниям, они открыли все свои рейсы. То, что не было между различными авиалиниями, между спецслужбами различных стран, а следовательно авиакомпаниями различных стран, не такой коммуникационный связь. По этому поводу. Почему Украина не закрыла? Ну, много претензий, несомненно, к украинской стороне. И это важный вопрос. И я думаю, что это придется списать на неразбериху и на неопытность украинского руководства нынешнего. А в тот момент оно вообще, собственно, только начиналось. Это были вообще первые недели, первые месяцы их существования. Да, это грубая ошибка. Конечно, должны были закрыть, должны были предупредить всех, кого только можно предупредить. Ну, мы не знаем в точности, какие у них были сведения. Но похоже, что были такое впечатление, что они знали о том, что эти комплексы там появляются. Но говорят знающие люди, что это, собственно, на пределе технической возможности этого самого Бука. Вот высота, на которой летают эти самолеты. Ниже эшелона была. Ну да, в общем, считалось, что, может быть, это там не так опасно и так далее. Но я сам пролетал над этими местами чуть-чуть позже. Я летел из Греции в Москву примерно через две недели. И, ну, сейчас во многих самолетах можно видеть прямо вот по карте, следить, как летит самолет. И вот он летел уже в обход. Он летел уже там через Ростовскую область правее. Но человек, который совершенно случайно сидел рядом со мной в кресле, и с которым я разговаривался, сказал, о, смотрите, летим. Первый раз летим по-другому как-то. А обычно-то летаем через Украину. Вот поэтому я регулярно летаю там из Афин в Москву. Вот. И он сказал, надо же, все-таки изменили. Ну, вот это было уже после того. То есть, по всей видимости, в тот момент, когда происходила, собственно, произошла эта трагедия, и российские самолеты там летали. И, кстати, многие об этом писали, и многие говорили, что там где-то неподалеку были какие-то другие российские самолеты. Да, я сказал, ну, там президент Путин пролетал. Ну, да. Так что Россия тоже не закрыла, которая, между прочим, еще раньше Украины должна знать о том, где собственные эти буки. Да, всем, кому оно имеет право это сделать. Ну, что ж. Спасибо Леониду Мартынику, что он участвовал в нашей передаче. Я так понимаю, что все вот эти материалы сейчас после гибели Бориса конфискованы вместе с жестким диском, и уже, к сожалению, эта линия расследования прервалась. Но другие продолжают действовать. И тому свидетельство нашей сегодняшней беседы о том, кто сбил Боинг над Донбассом, в которой участвовали наши коллеги. Софья Корниенко, спасибо вам, Софья, за такое заинтересованное участие. Сергей Пархоменко был в нашей студии. А на прямой телефонной связи были Леонид Мартынюк из США, к сожалению, из США, и Андрей Солдатов, главный редактор сайта Агентура Ру. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурзов-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова